Друзья, всем привет! Снова рад приветствовать вас на канале Американская Мечта. И сегодня мы встретимся и поговорим с очень интересным человеком, который уже сумел реализовать свою американскую мечту. Этот человек приехал в Америку и не имея предыдущего опыта и начав с нуля, организовал очень прибыльный бизнес. И сегодня он поделится с нами секретами своего успеха. Так что обязательно не переключайтесь, оставайтесь на этом канале и смотрите это очень интересное и познавательное интервью. Здравствуйте, Владимир! Здравствуйте! Сейчас приветствую. Хочу взять у вас интервью, поспросить про вашу компанию. Спрашивайте. Расскажите о себе, откуда вы, как долго уже в Америке, чем вы занимались до приезда сюда и чем занимаетесь сейчас? В Америке я уже 15 лет. Приехал я с Западной Украины, город Подволочи, Стернопольская область. Занимался сначала в Америке и карпет стилью, и занимался на стройке. А как вы попали в траковый бизнес и почему решили развиваться именно в этом направлении, а не в другом? Еще раз. А как вы попали... Вы понимаете, я думаю, что... Как я попал-то? Поползал направо. Что вас заставило именно войти в этот бизнес? Почему не в другой, а вот именно в тракинг-бизнес? Как я сказал, я занимался строительством, был супервайзером, была у меня бригада 12 человек. Мы строили много домов, построили в Чикаго, трех-четырехэтажных. Но в связи с тем, что в 2007 году и в 2008 году наступил большой кризис в строительстве, real estate, работы не было, и была безработица большая. И поэтому я решил сдать на права CDL и пойти трак-драйвером, чтобы зарабатывать какие-то деньги. И вот так мы начали. И со временем я купил один трак, а теперь мы разрослись до 12 трак. Компания называется RVS Express. Как расшифруется? Роман, Владимир, Слободян. Роман это сын, Владимир я, Слободян. RVS Express Incorporation. Вот вы сказали, вы начали с одного трака, а сейчас у вас уже 12. Да. И вы начали в каком году? Первый трак мы купили, я трак-драйверами работал 4 года, а потом в 2012 году я купил первый трак. То есть, грубо говоря, уже 6 лет в бизнесе. 6 лет. И с одного до 12 траков. Да. То есть, можно сказать, что вы растете, развиваетесь, и ваша компания становится все более и более успешной. В связи с этим хочу задать вам вопрос. В чем секрет успеха вашей компании? Секрет, наверное, в том, что на моем пути встречаются очень хорошие люди. Топ-то. Драйвера, которые делают эту работу хорошо, квалифицированно, профессионально. Это как на нем, на этом стоит бизнес. Они хорошо зарабатывают. Сейчас мы платим драйверам по 60 центов за милю. Плюс экстра стапы 50 долларов. Я думаю, в секрете еще в том, что мы гибко относимся к рабочему графику и к отдыху драйверов. Нет у нас какой-то нормированной от работы столько-то дней и столько-то дней отдыхать. Надо человеку недели, надо две. Надо месяц отдохнуть, и он может отдыхать. Он должен ехать к семье, к детям. И тоже не только работать за рулем, а и получать удовольствие от Америки. Еще в чем секрет? То, что мы, драйвера, которые у нас живут на Флориде или в других штатах, мы оплачиваем им перелет туда и назад. Или если они едут троком с грузом на Флориду, или в Неваду у нас есть, Индианы, ребята, то мы оплачиваем паркинг также. Так что все нормально. Троки ухожены, триллера ухожены. В каждом троке у нас микроволновый и холодильник находится. Все, что нужно сделать по ремонту, по сейфте, мы это устраняем только по сигналу водителя. А на каких грузовиках ездят ваши водители? Вот я заметил, что вы стоите напротив Вольво. Вольво это европейская машина. И поэтому она имеет мало очень этих гаджиков для управления. И наши люди, славяне, большинство, которые работают, они ее облюбовали, потому что она простая в управлении, легкая, мягкая. И нет кучи наворотов, чтобы мучиться с разными датчиками и так дальше. Поэтому Вольво. Есть у нас также фрилайнеры, тоже простая машина. А вот есть несколько видов прицепов. Есть флетбеды, драйвены, риферы. У вас, водители, какие прицепы? Мы работаем только с драйвенами, потому что мы не можем распиляться на разные прицепы. На холодильнике и на флетбеты. Немного машин, но мы работаем только с драйвенами, потому что и легче работать с ними драйверам, потому что опойтметов нету ночных, нету закрепления груза. Они, конечно, закрепляют грузы красиво в середине, чтобы было safety все. Насколько я понимаю, на драйвенах, во-первых, легче физически работать, чем на флетбедах. Во-вторых, нет таких рисков больших. Да, ну, потому что меньше работы драйверу. Только зайти, закрепить груз в середине и все, не надо закреплять его, постоянно следить за ним и так дальше. Хорошо. А вот такой вопрос. А вот что будет, если, не дай бог, грузовик сломается? Вот некоторые компании, бывает, оплачивают простои, оплачивают гостиницу водителю. Вы это тоже делаете? В зависимости от того, как он сломается, грузовик на дороге, мы вызываем сервис-робот или ремонтируемся на Тракстапе. Или имеем уже несколько своих помощников в других штатах, в Колорадо, в Нью-Йорке, которые нам помогают в ремонте. А если уже большая поломка, конечно, мы даем водителю отдохнуть в гостинице. Или если простой по вине брокера или нашей вине, мы ему этот день оплачиваем. А вот такой вопрос, который интересует большинство водителей, собственно, почему они идут в этот бизнес. Какова заработная плата? Сколько у вас в среднем получает водитель в месяц? В месяц трудно сказать, потому что есть ребята, которые работают неделю, два дня отдыхают. Есть ребята, которые работают три недели, две недели. И если три недели работают, тогда он неделю отдыхает. Но в среднем за неделю зарабатывают от двух до трех тысяч долларов. А в зависимости от работы, которую кто сделает. Это с учетом того, что все ездят по локбукам электронным. Все ночью спят. Нет ночных езды. Их-то гонок. Все отлажено. И я говорю еще раз повторяю, что это только благодаря тому, что очень хорошие водители попадаются нам в компанию. Профессионалы. А можно у ваших водителей поинтересоваться насчет зарплаты, чтобы они подтвердили ваши слова? Можно поинтересоваться моих водителей и узнать, какой режим работы, какие условия. Потому что некоторые уходили в другие компании, работали в других компаниях. Но они возвращаются к нам и хотят работать у нас. Хорошо. Я думаю, что многие из тех, кто нас сейчас смотрит, наверняка захотят иметь такую же зарплату, как и ваши водители. В связи с этим хочу задать такой вопрос. Вы еще набираете водителей к себе в компанию или нет? Мы набираем водителей всегда в компанию. Если у нас приходят новые водители, мы по мере поступления покупаем троки. И ищем всегда на работу хороших, сознательных водителей, которые хотят заработать. Мы всегда поддерживаем, мы уважаем их труд, мы относимся честно к их труду. Все вопросы, которые возникают у нас по работе, мы разрешаем в нормальной, профессиональной рабочей обстановке. Владимир, спасибо вам большое за это интервью. Я думаю, что история вашего успеха будет служить примером для других людей, которые живут в Америке или хотят сюда приехать. Приходите к нам, а РВС-экспресс всегда вас ждет. Спасибо. До свидания. До свидания. Слушай, этот с Владимиром брал у него интервью, и мы обсуждали, сколько зарабатывает или может заработать дальнобойщик. И хотел у тебя спросить, есть ли у тебя какие-то по ячейке что-то просто... Да-да, как я тебе говорил, у меня как раз последние есть, можешь посмотреть. Они, конечно, плюс-минус, но в основном... А, подожди, это за какой? Это за каждую за неделю. Каждую за неделю? Да. Значит, 2 700... 3 000? Да. Если хорошо работаешь, то и ячейки будут хорошие. Друзья, я считаю, пора мне переходить в эту компанию. Ну, у меня на сегодня все. С вами был канал Американская Мечта. Не забывайте подписываться на канал, задавать свои вопросы ниже под этим видео и ставить пальцы вверх. Для тех из вас, у кого есть CDL или профессиональные американские права, я оставлю контактную информацию Владимира и его компании. Так что можете обращаться к нему, если вас интересует эта профессия. Всем пока!